Продолжение следует... Продолжение следует... Ты откуда взял эту контуру? Ну, это Григорий Богослов, по-моему. Ну, это правильно, здесь есть такая пропорция, насколько Божественная природа вошла в человеческую природу, настолько человеческая природа поднялась до Божественной. И вообще, как бы, здесь есть такая вот интересная проблема, связанная с тем, что Христос понимается как своего рода мост между Богом и человеком. Потому что до христианства Бог мыслился в некотором образом трансцендентным, и человек чувствовал всегда свою отдаленность от Бога, да, потому что Бог – это вот нечто такое недоступное. Никто Бога не видел, Бога не видел никто никогда. А вот Христос как раз явил Бога тем способом, что Он в Своей бытии воплотил две природы. Восовмести природу Божественную и природу человеческую. И тут важна вот тема того, что в родовом смысле, да, получается, что Христос является таким существом, ну, лучше говорить, такой личностью, да, который породнил нас с Богом. То есть получается, что вот есть наша человеческая семья, если так можно выразиться, да, вот, а есть некая семья или род Бога. И мы, благодаря тому, что существует такое существо, такая личность, которая воплощает в себе, обе природы теперь составляем одну семью. Ну, это можно понять, вот, если взять два человеческих рода, да, вот, от одного человеческого рода приходит, допустим, мужчина, а от другого человеческого рода женщина, они становятся мужем и женой и рождают ребенка. И этот ребенок внутри себя воплощает гены обоих родов. То есть он объединяет эти роды, и эти роды породняются. Здесь та же самая логика. От человеческой природы выступила Дева Мария, да, от Божественной природы Бог, как бы они породнились, и плод их союза, и это Иисус Христос. И Иисус Христос, он являет, как бы, вот это в родовом смысле, да, являет некого рода личность, через которую мы все, как бы, становимся, все приобщаемся к роду Божественной. Да, там даже прямо употребляется слово «Усыновил нас Богу». Да, Богу, усыновил нас Богу, да, именно так. То есть получается, что как бы Божественная семья, если можно так отражаться, и наша человеческая семья, они вот объединены. Но здесь есть вот следующая проблема. Дело в том, что христианство, в отличие, скажем, от иударизма, оно выступило религией отдельной личности. То есть каждый отдельный человек теперь соотносится с Богом отдельно. Вот, например, иудаизм – это родовая религия, где на самом деле с Богом соотносится род. Если там внимательно читать, или там везде, выступает взаимоотношение как бы род человеческий, там Израиль, там, да, там, как некого рода коллектив с Богом, да, и всегда это взаимоотношение всегда возникает так, что там единицы взаимоотношения, с одной стороны род, а с другой стороны Бог. А христианство, вот она уже не родовая религия, да, она преодолевает ограниченные сроды там. Во Христе нет ни иудея, ни елена, ни мужчины, ни женщины, ни господина, ни раба, да. То есть вот эти все различия, которые разделяют людей, родовые различия, там, по национальности, там, территориальные, там, какие-то там, половые различия и прочее, они как бы стерты, и все человечество воспринимается как целое, да, и причем не все человечество с Богом соотносится, а каждый отдельный человек соотносится с Богом. Вот такая вот индивидуалистическая религия, да, это первая такая, вот в этом ее состоит смысл, ее универсальность, что она на самом деле предлагает, как бы, вот, войти в общение с Богом любому человеку, независимо от того, на самом деле, кто он, брат, там, господин, там, от какой он национальности, там, и прочее. Но вот если мы воспринимаем, и, вот, миф, как бы, да, и вот некую логику того, как мы усыновлены Иисусом Христом, там, через, точнее, вот так надо говорить, через Иисуса Христа с Богом, то там вот логика-то родовая. Мы там усыновлены через род, а не каждый отдельный из нас. Конечно, через род мы усыновлены, и каждый отдельный из нас. Но возникает здесь всякий раз дилемма, а кто усыновлен? Ведь усыновлен некий род. Допустим, можно же рассуждать так, что Дева Мария была еврейкой, Иисус Христос, получается, тоже наполовину еврей, как бы, и усыновлен еврейский народ. И всегда будет возникать эта коллизия, а как остальные народы приобщены к еврейскому народу? Тут всегда будут возникать снова и снова эти границы. Вот эта проблема, она не будет снята. Если понятие, если Иисус Христос как мост между человечеством и Богом понимается именно в таком смысле, в родовом, в телесном неком смысле, когда возникает отношение Бога и некой женщины телесной, и все это воспринимается как в родовом смысле, что возникает плод этого союза в виде Иисуса Христа, и он тоже телесно возникает, и все мыслится телесно, то всегда можно будет об этом рассуждать в том смысле, что только евреи к этому приобщены, а все человечество не приобщено. Потому что надо будет каждый раз доказывать, как остальные люди соотносятся с евреями. И все проблемы, вот это антисемитизм и прочее, мне кажется, вырастают отсюда. Потому что на самом деле в христианстве мысль-то ведь другая состоит. Ведь все мы усыновлены Богу в духе. То есть не в роде усыновлены, не в тем способом, что Мария, Дева Мария стала по человечеству своему матерью, Бога-человеком. Не в этом смысле. А в том смысле, что все мы приобщаемся к единому духу, который представлен в Евангелии. И с точки зрения единого духа уже действительно никаких различий. Ведь нет. Какие могут быть различия, откуда здесь они возникнут, евреи-то там, или эллин, или кто-то там, русский, немец. Какая разница? Дух для всех один и тот же. В принципе, в духе не может быть различий. И поэтому вот это понимание христианства, которое основывается на родовом принципе, и на том, что как-то все телесно воспринимается. И более того, из-за того, что отношение Бога и человека тут возникло телесное, и спасение понимается как телесное спасение. Не спасение в духе, а спасение телесное. То есть мы в теле как бы на самом деле спасемся. А по сути ведь, если повнимательнее, как в Евангелии считать, там везде говорится о том, что мы спасаемся духовно. Мы даже родиться должны духовно второй раз. Вы помните, Никодим пришел к Иисусу Христу, там в Евангелии спрашивает. Он не может понять, что значит родиться от духа. Что, типа, второй раз он чрезвы, там, матери своей должен войти, невозможно войти второй раз. Он и понять этого не может. Суть состоит в том, чтобы родиться в духе. И только в духе мы объединены. Это совсем другое богословие. Это означает, что и в духе только мы возродимся, а не в каком-нибудь теле. Потому что все вот это телесное, это на самом деле античная добавка к христианству. Само христианство, как я понимаю его, это, конечно, некая трактовка, да? Оно в изначальном смысле, оно понимает все духовно. Оно пытается как бы вообще мыслить везде духовными категориями. Да, не телесными, а духовными. Понятное дело, что тело тоже оправдано, но оно все равно на вторичном плане находится. И вообще здесь, когда говорится о том, что отдельный человек соотносится с Богом, то ведь имеется в виду, что он как дух соотносится с духом. Почему он сыт? Потому что он принял духа, он в духе. Он сам дух, и Бог дух. И он в каком-то отношении подобен Богу. Подобен Богу, понимаешь? И в этом, в духе он соотносится с Богом. Дух пронизывает все, мы духом объединены и прочее. Все надо понимать именно духовно. А если все понимать телесное, а это вот на самом деле понимание телесное, это как раз античность, это античное языческое понимание. Поэтому античность, если припомнить на самом деле, вот очень много мифов о том, что отдельные Боги точно так же воплощаются в тела какие-нибудь, бывают животных, бывают людей, точно так же вступают в отношения с земными женщинами, из их связи возникают герои, вот все герои, это же полубоги, они там с одной стороны вступают какой-нибудь Бог, а с другой стороны человек. То есть вот эти отношения с Богами и раньше были, и никакого здесь не возникало христианства. Христианство ведь возникает, когда это отношение принимается духовно, совсем другое взаимоотношение. Так вот, мне кажется на самом деле, что элементы того, что все тут понято телесно, что Христос понят как телесный родовой мозг, именно как в родовом смысле, нечто соединяющее человека и Бога, это все на самом деле, просто остатки своего рода язычества. На самом деле, своего рода язычества и все остальное, ведь почему церковь, она постоянно настаивает на причащении, на кушении плоти и крови, и вообще говоря, на всем телесном. И говорит о телесном, в том числе и о спасении телесном. Потому что она в этой некой парадигме античности, понимании телесного и родового, она сохранилась. Она вот именно в этом смысле себя понимает, и в этом смысле она понимает христианство. То есть она не понимает его духовно. И поэтому... Я не решил, что он не понимает его категорически духовно? Нет, категорически нельзя так сказать, конечно. Категорически это неправильно, конечно. Не категорически, но она как-то вот очень много в этом укоренилась. А мне сейчас вот подумалось, сегодня тебя слушая, раньше слушая, а не может ли быть так, что церковь и вообще христианство хитрит? Что оно смешало и язычество, и эту духовность, и не стремится к внутреннему какому-то четкому развлечению, не стремится к этой частоте, которую ты взываешь. То есть аудитория больше будет, понимаешь? И языческие корни оставим, и это оставим, и то. Именно так, кстати, между прочим, сейчас трактует. Что просто церковь как раз пытается, да, действительно, объединить людей разных, да, вот, разных воззрений. Она пытается сказать, и вот это тоже, и в этом находит определенного рода разумность, и в этом разумность, и в этом разумность, да, во многом. И она в себя пытается вобрать все, все, что в принципе более-менее соответствует христиану. Две тысячи лет, уж сто раз как бы могли добиться какой-то выгоденности, не знаю, там чистоты. Ну вот не забывайте, что первую тысячу, например, как раз этого и добивались. Когда, потом, последний Вселенский собор, ну там, тысячу какой-нибудь. А потом? А дальше у нас было разделение, и дальше мы уже, дальше уже другое. То есть тысячи лет, но уже не две тысячи лет. Нет, дело в том, что... Это тоже нельзя забывать. Здесь как бы подоснову, посадить, я подоснову не сказал, поэтому, может быть, подосновка состоит в том, что изначально, как мне кажется, опять же, это мое мнение, да, что христианство выступило именно как неродовая религия. Она пыталась... Вот есть родовая религия, да, языческая или там ветхозаветная, допустим, да, где на самом деле все отношения принимаются прежде всего на основе рода. И род соотносится с Богом, и так далее. И очень важен род. А вот есть как бы неродовая религия, новая религия, где как бы отказываются от родового развлечения, потому что род различает. Согласитесь, что для рода очень важен, свой не свой. Ты давай к выводам переходи, ты тянешь сейчас тут. Нет, выводов-то нет, просто... Попытка просто как бы вернуть христианство вот в исходное, как бы духовное, к духовному пониманию. То есть ты хочешь сказать, что христианство изначально начиналось как принципиально индивидуальное, ну... Как неродовая религия, а потом ее обратно свалили в Европу. Да, обратно свалили в Европу. Да, да, да. Это ты хочешь сказать? Да. Именно так. С какого момента? Ну, наверное, с момента, когда встала на государственной религии. Наверное, там, с Первого Вселенского Собора. Ну, когда его как-то зафиксировали в ее учительной истине. Наверное, тогда. Ну, просто тут трудно определиться, когда... Просто как религия может не стать родовой, если ее сделают государственной? Никак, правильно, никак. Вот даже этот... Советский Союз до чего докатился? А откуда вот разделение православия и католичества, ну, помимо, конечно, там, учительной истины, но просто... Это политический шаг, да? Это во многом государственные границы, понимаешь, мешают? Просто есть, как бы, религия славян, а есть и религия, там, других народов, скажем, немцев, там, еще кого-то там. Понимаешь? В этом... Кореница-то ведь в большей степени не на том основании, что есть какие-то там уж прям сугубо непреодолимые границы верующительных истин, а скорее просто разделение на по родам. Вот есть один род, там, какой-то там, в Европе там живут какие-то рода, а есть славяне там. Он так и сохраняется, вот там, скажем, югославы там живут, они славяне, они православные, а рядом живут там, а вот тут Австрия. А здесь, то есть не так, что вот там, даже территориально поделись, а именно по национальному признаку. Есть, конечно, греки, конечно, они же не славяне. А кто они? Греки? Ну, это как бы, не знаю, мы же все, как бы, византийцы, и они византийцы. Ну, просто, понимаешь, род не преодолеть просто, вот родовые границы, они непреодолимы, в принципе, всегда будет так, что есть Дагестанцы, всегда будет так, что есть, там, украинцы, там, немцы и прочие, там, русские и так далее. Всегда так будет. И преодолеть эти границы будет трудно. Если религия будет кучковаться в рамках вот этих родовых границ, она всегда будет оставаться религией конкретного рода. И современные религии, как католические, как и православие, да, католические и православие, они тоже остаются религиями рода. Говорят же о том, что православие – это религия русского народа. А это неправильная позиция, она же должна быть универсальной, она же должна приглашать всех, любой человек. Они недостаточно стремятся, потому что международные секты спокойно переходят границы, спокойно переходят все эти различия, потому что они хотят принять всех. Ну, всякие там белые братья, то есть суть христианства, потому что в этом суть христианства. Суть христианства состоит в том, что все люди и братья, все, независимо от того, в какой национальности, там, полу, верность в победание, и транснациональные корпорации, тоже, макдональдсы, не стесняются ничего, переходят все границы. Я хочу сказать, что мы немножко, мы как-то немножко, вы что сказали ближе. Мы немножко лукаем, когда говорим, что вот, православие, это религия русского народа, и только. Ну, византийского, да, славянского. Ну, на самом деле, это же не так, если мы говорим о том, что секты переходят границы православия, тоже переходят границы, просто большая часть православных, это все-таки русские, потому что нас, извините, много. Это все понятно. Есть и православная церковь в Японии, в США, в Европе куча, там, в Германии православная церковь, там, в Африке и так далее. Ну, и русские за границей. Здесь возникает просто коллизия между родовыми границами, коллизия, ну, просто она есть, никуда не лезет. Я не спорю, что да. И между этими, универсализмом. Границы между родами, границы между религиями, они во многом идут рядом. Ну, скажем, наука, в принципе, вроде как бы этого лишена. Да, да. Там, вот, такая наука сякая страна. А теперь попытаемся так, давайте, как бы этот вопрос такой был, я на него как-то случайно выехал, а теперь вопрос, куда я хотел, собственно, вернуться, да, вот, собственно, о спасении, которое понимается почему-то в христианстве и видится, да, в том, что в чем состоит смысл жертвы престола. То есть, вот, весь смысл Евангелия понимается, вот, в событии, которые, там, являются кульминацией Евангелия, да, а именно смерть Иисуса Христа на кресте. Таково ли это? Так, правильно ли так понимать, на самом деле, Евангелие? Потому что, мне кажется, здесь вот то же самое искажение, то же самое сдвиг какой-то, да, как вот там был сдвиг, вот, сдвиг к роду, да, вот, она была в неродовой религии. И пыталась начать именно сказать, что все люди братья, да, независимо от родов, а независимо от того, вот, какой ты семье принадлежишь, там, или прочим, богатый, беденый, или прочим, здоровый, или больной. А здесь тоже смещение произошло. Смысл христианства был в жизни, и Бог был живой. Было сказано, что наш Бог, это Бог Авраама, Исаака и Якова, то есть Бог и не мертвых, а живых. А тут получается, что все сместилось, и христианство превратилось в религию смерти, на самом деле. И если посмотреть даже, как бы, визуально, на самом деле, и на все, как бы, вот, вся, весь антураж, да, вот, все, что сопровождает благослужение, это все, как бы, и вся, как бы, весь смысл, создача вокруг этой смерти. Ну, естественно, смерти, как бы, и воскресенье, но, тем не менее, вот, как бы, получается какая-то религия смерти. И вот это тоже, как бы, некоторого рода искажение. И можно просто к этому подойти не со стороны, как бы, вот, оценки, да, а со стороны благословия. Просто здесь такая, две проблемы. Первая проблема, она связана с тем, что нам говорят о том, что, вот, Иисус Христос пожертвовал самим собой, да, и тем самым, как бы, здесь два варианта. Либо он выкупил нас у кого-то, там, да, либо он исцелил нашу природу. Ну, теория выкупа, это католического рода, эти теории, да, как бы, Бог-Отец... Ну, католицизм, да, да. Это проблема, как раз, потому что... У них такая единическая трактовка своего спасения, так называемого. Дело в том, что он не может у дьявола выкупить, потому что дьявол бы тогда получил чрезмерно высокий статус, и... Прибыль, прибыль, получил бы больше слишком. Получилось бы две тогда, две сочных статусы. А у Кабу же он тогда выкупил? Получается, что он выкупил, как бы, непонятно. То есть, понятие, что значит выкупил, на самом деле, в самом понятии, непонятно. Иногда говорят, что выкупил, как бы, у людей. Тоже странно, просто... Вообще, понятие выкупал, здесь очень странно, потому что здесь какая-то, вроде, торговля возникает, да, на самом деле. Что кто-то кому-то что-то там дал для того, чтобы обратно там что-то получить. И тут еще, даже если понимать, что он выкупал у дьявола, опять же, понятие выкупа странное. Получается, что Бог отдает Сына Своего Единородного, да, чтобы верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную. И тем самым прощает, как бы, выкупает людей. Тут, если просто взять этот же пример, рассмотреть на обычной логике, это получается, что, допустим, я брата своего, чтобы простить мне своего брата, я беру в себя руку, отсекаю и отбрасываю, да, и говорю, что брат, теперь ты прощу. Вот какая-то странная логика, почему эта логика... Тут нет, как бы, возврата нету, да, получается, я сам себе это совершаю в отношении своей семьи, или самого себя, вред, и тем самым, благодаря этому вреду, прощаю другого. Это немного странная какая-то логика, она никак не укладывается, и поэтому православие понимается это по-другому, что на кресте, благодаря страданию, человеческой природы излечились. Это все понятно, потом все-таки интересно было бы подумать, там ли тоже наверняка в католичестве какая-то та логика есть, хотелось бы ее понять. Не могут они просто так вот сказать и бросить. Но выкупаешь, вот, например, у, опять же, у Иоанна Дамаскина, как написано? Блин, надо найти, у меня есть это вот, и все эти... Неопределенно написано, что у какого-то, как бы, фактически, получается, даже если неопределенно написано, тем не менее, получается так, что у какого-то противника, да, у какого-то дьявола, да, Бог как бы выкупает людей, выкупает из смерти. То есть мы находимся в околых смертности, да, вот, в это, в околых греховности, и мы, как бы, и Бог выкупает нас из этой греховности, тем, что, на самом деле, Сами собой жертвовать. Но здесь может быть говорить о том, что Бог Сами собой жертвует, а может быть о том, что Бог Отец, как бы, жертвует Своем Сыном. Ну, в зависимости от того, как это отношение рассматривать. Ладно, это... Софья, давай, как бы... Это на самом деле не способ вашего. Надо просто дальше двинуться. Ну, давайте дальше двинуться. Движение тут черт состоит. Собственно, к самому вопросу. Как бы не рассматривать, каким способом происходит оправдание людей, каким способом люди спасаются, в любом случае здесь получается странная ситуация. Получается, что Бог, Иисус Христ, в виде жертвы Бога-человека, делает некого рода действие в кредит, и тебе говорится, на самом деле, что вот тебе дан некого рода кредит, если ты примешь этот кредит на себя, то ты как бы спасен. То есть здесь проглядывает в психологическом смысле некого рода манипуляция. Ну, допустим, я кому-то делаю добро. Но ты же не сразу, да, спасен все-таки. Да, не так, что вот Бог спустился на землю, и все в итоге спасены. Это только как бы возможность. Да, да. Ты должен, для того, чтобы быть спасенным, должен через Иисуса Христа прийти обратно к Богу. То есть твоя природа потенциально спасена, да, а ты еще должен это потенциально среализовать. Ты должен как бы обратиться к Богу и вернуться. Но в некотором смысле вот здесь вот есть коллизия между свободой человека, да, и тем, что спасение совершается в виде кредита, да, что в виде вот некоторого акта, который совершается до того, как на то и спрошено как бы твое соизволение, да. Потому что ведь если мы говорим в теореме свободы, а отношение Бога и человека в крестьянстве понимается, как свободное отношение, то есть отношение любви, любовь может быть только основана на свободе, то тогда коллизия возникает такая, что я же могу не принять эту жертву. Почему я должен ее принять? Я как бы, поскольку я свободен, я имею право ее не принять. Вот в чем тут коллизия возникает. То есть Бог совершает жертву, пускай он совершает жертву, это из любви, да, пускай он на самом деле действует в силу того, что он, конечно, бесконечное существо, он как бы... Он совершает некоторого рода вот... акт, как бы, не спрашивая на то у нас соизволение, а просто как бы делая некоторый жест, предлагая и нам вступить в эти отношения. А мы же можем его не принять. Но с другой стороны, из-за того, что именно вот эта жертва-то, она очень жестокая, да, это же не просто... Не просто же жертва такая, что протягивает все руку и говорят, давайте будем дружить, да, а эта же жертва, она же была на кресте, да, нам описывают там красочно, какие там были муки и прочее, прочее. Нас как бы принуждают. Да, нас, получается, как бы принуждают, на самом деле, да. То есть мы... Получается, что Богу теперь, если мы соглашаемся с этой жертвой, мы к Богу теперь стремимся уже не на основе любви, да, а на основе вот некоторого рода принуждения. Допустим, даже мы не будем сейчас говорить о каких-то там муках, да, там, посмертных, если, допустим... Там же есть и другая еще подводная логика, что говорится о том, что если ты, как бы, через Иисуса Христа не спасешься, ты просто в муках вечных будешь гореть. То есть помимо еще манипуляции, да, вот помимо такого рода действий, еще как бы есть устрашение. Ну, допустим, даже если устрашение покоя оставить и просто рассуждать в смысле вот этого предварительного жеста, то, тем не менее, этот жест как бы нарушает нашу свободу, нарушает наше движение к Богу, которое должно было бы быть, по идее, неоморочаемо вот такие вот такого рода вот события страшные. Должно было бы быть. Именно поэтому нельзя рассматривать, как мне кажется, ну, это и просто возражение здесь возникает, жертву Христову как кульминацию, кульминацию того, что называется спасением человека. Потому что спасение человека на самом деле возникает от того, что Бог вообще вступил в этот мир, да, то, что Он оправдал человеческую природу и поднял ее до Божественного. Ну, так уж получилось на самом деле, что вот это привело к смерти креста. Ну, это смерть креста, это просто, ну, один из эпизодов надо рассматривать, да. На самом деле надо рассматривать жизнь, и рассматривать вопрос с точки зрения жизни. Что в принципе Бог вот протянул руку тем самым, что Он вступил и рассказал, что Ваша природа оправдана. То человеческая природа достойна Бога, раз Он на нее вступил. И на этом, именно в этом усматривать как бы суть спасения. То есть спасение, оно состоит в том, что Бог находится в человеческой природе, и что человеческую природу оправдывает этим. А не видеть спасение в жертву Христовой. А вот жертву Христову, это как бы неприятный момент, или как-то там, неизбежная участь, скажем так. А не кульминация самого вот этого, самой этой мистерии. Иначе, если это кульминация мистерии, то туда возникают вот такие странные разговоры о том, что вроде получается, что Бог нами манипулирует. Это первый момент. Второй момент состоит в том, почему вообще здесь возникает разговор о спасении. Дело в том, что здесь прокутуется такой миф о том, как вот Адам отпал, человеческая природа тем самым повредилась. Ну, там две версии. Опять же, это зависит от того, как говорим мы в терминах католичества или терминах православия. В терминах православия человеческая природа повредилась, стал какого-то болезнями, да, приобрела тленность, смертность. А с точки зрения католичества, вот как бы возникла некая... Мы как бы обидели Бога, как бы, да, вот... Что Бог дал нам одну только заповедь, мы ее нарушили, и тем самым возникла вот юридическая коллизия, да, связанная с тем, что мы как бы оказались в долгу у Бога. И должны были были как-то этот долг вот восполнены. Как-то оправдаться. Ну, как бы не понимать, в любом случае здесь вот возникает... Такая история, что получается, что... Из самого изначального момента человек вот несет на себе вот некого рода грех, да, вот некоторого рода искривление, да, вот... Что-то неправильное, да, и вот оно это... При Адаме, как бы, человек падает, да, а при Иисусе Христе, как бы, вот он обратно возрождается к жизни, тем самым может обратно вернуться к Богу. Вот такая логика возникает здесь. Можно поговорить про греков... о мифе грекопадения, про Адама. Есть, как бы, новая трактовка, мифы, исходя из того, чтобы получить в итоге правильное понимание, чем состоит из спасения. Ну, давай, пробуй. Новую трактовку, которую я не слышал, давай. Новая трактовка состоит в следующем. Че? Троги, Сонечка, сегодня-то было. Че? Ну, я наряду был, я уже не слышал. Наряду, да? Ладно, давай. Ну, что, заговори. Ну, как бы, грекопадения не было. Все. Новая трактовка. Новая трактовка состоит в том, что человек, изначально, когда жил вместе с Богом в раю, он был невинен. Вот он не понимал, например, что такое свобода. Он жил на всем готовом. То есть он жил, как бы, ну, он не знал ни добра, ни зла не знал, да, никаких забот не знал, да. Он не мог в своей жизни, как самопределить, свободно. Но то, что все было готово, что он мог выбрать? То есть он мог выбрать между яблоком и грушей, что ли? Это разве выбор? То есть он не мог совершить поступка. Да, он не мог совершить свободного поступка. Он не был самостоятельной личностью. может просто пример взять и вот как у нас дома пока я не вижу, но везде ну как-то начало я должен рассказывать ну вот как кота, допустим, кот живет дома, да, он как бы нас любит, ну людей мы его кормим, он нам всем обязан он не может никакой поступок совершить, да, вот он может наложить, нагадить это понятно, я имею в виду, что он нам всем обязан и здесь нельзя говорить о том, что он свободно поступает для того, чтобы человек стал свободным почему нужна свобода, надо просто оговорку сделать свобода нужна для того, чтобы человек любил Бога не исходя из того, что он всем обязан Богу а исходя из свободного выбора, да, исходя из самостоятельного решения как вот кот, да, опять же кот нас любит просто потому, что он обязан всем нам кот не может как бы самоопределиться, да, ну кот не может по другим причинам самоопределиться определиться. Но просто здесь опять же есть такая изначальная зависимость. У человека, который живет в раю, который всем обязан Богом, есть некая зависимость. И эта зависимость не позволяет человеку любить Бога по-настоящему, исходя из свободы. Потому что только свободные существа могут по-настоящему друг друга любить, потому что они свободно направляются друг к другу. Они свою волю определяют другому существу. Не из нужды. А здесь как бы есть нужда. И поэтому первый акт свободной воли состоял в том, чтобы нарушить волю Божию, чтобы нарушить эту заповедь, которая была надавна. Не ешьте плодов от дерева познания добра и зла. Это был первый свободный акт. Настоящий. Человек так-то самоопределился по-настоящему. И поэтому надо понимать, что грекопадение не как акт ужасный, вот человечество куда-то выпало, из этого мира вошло в историю, а как акт на самом деле провиденциальный. То есть Бог на самом деле специально сделал заповедь для того, чтобы человек ее нарушил. То есть в этом состояла воля Божия. Тут причем еще как бы с этим вместе идет рядом также и тема, связанная с тем, что естественно, когда Бог создавал человека, и когда он давал эту заповедь, он понимал прекрасно, что она будет нарушена. То, что Бог заранее все знает. То есть в этом нету на самом деле вины человека никакой. В этом нет никакого искривления природы, а наоборот. В этом как бы появляется вот эта вот новизна, да, вот в этом появляется в нашей природе, которая изначально была невинной, появляется новая природа, природа свободная. И мы впадаем в этот мир, мы знаем теперь добро и зло, у нас вот есть свобода, мы впадаем в историю, движемся в этой истории. Для чего? Вообще для чего вот это вот нужна вот эта мистерия? А для того, чтобы на самом деле однажды мы обратно вернулись к Богу, но уже с другой позиции, как свободные, самостоятельные существа, которые сами себя определили к Богу, да, исходя уже из внутренней некоторой, не нужды уже, а внутренней некоторого отношения, да, вот как вот как сын определяется к отцу. И потому что есть какая-то вот обязанность по отношению к этому отцу, или там какая-то там нужда в нем, да, потому что мы свободно избираем, как вот это наше внутреннее волеизъявление, это внутреннее решение. И поэтому грекопадение надо понимать вот именно в этом смысле. Если мы понимаем в этом смысле, то человеческая природа при грекопадении, она никакой вины не приобретает, и никаким образом не становится ущербной. А как она была совершенной, созданной Богом, так она и осталась такой же совершенной. И поэтому крест ничего в этом отношении не исцеляет, никакую вину не заглаживает. И поэтому вообще сюда как бы присоединять вот эту вот крестную муку вообще бессмысленную. Поэтому Христос тогда понимается просто как вот первым, как начаток человечества, который вернулся к Богу. То есть вот человечество долгое время шло как бы в истории, да, оно родами объединялось и прочие там, как двигались там. И все как бы, это вся эта история человечества, она состояла в том, что человек должен был научиться вот этой индивидуальной самостоятельности. Вначале как бы человечество научилось родовой самостоятельности, потом оно должно научиться было индивидуальной самостоятельности, наконец-то все-таки проросла эта личность человеческая, проросла индивидуальность, и в христианстве мы наблюдаем, что человек может уже вернуться к Богу. Когда Христос говорит, что Сарство Божие стало возможным, Он имеет в виду, что стало возможным возврат человека к Богу, каждого отдельного. Каждый отдельный человек может теперь самоопределиться, стать сыном можно вернуться к Богу, уже на основе вот этого свободной самоопределяющейся воли. Мне кажется, до сих пор еще не каждый может. До сих пор не каждый может, но это открыто. До сих пор это сложно, согласен. Это и всегда будет сложно, всегда будут градации людей. Кто-то ведь так и остается рабом Божьим, кто-то никогда не сможет стать сыном Божьим. Ну, не только сыном, и дочери Божьей, это касается всех. Но теперь сам факт состоит в том, что тогда смысл крестьянства совсем по-другому понимается. Тогда смысл крестьянства не надо упираться в то, что и была крестная мука. Хотя это тоже, наверное, важно, но все равно смысл крестьянства не в жертве Христовой, а в чем-то другом. Да, в том, что Христос показал примеры первой вернуться к Богу. Вот он определил себя как сына Божьего. Он сам себе говорил, я это сын Божий. И вообще постоянно у него в этой были все эти притчи, метафоры связаны с тем, что сыновья Божьи, как они будут жить в царстве Божьем, где Бог является одновременно и как бы и царем, и отцом. И оно вот стало возможным теперь на земле и прочее. И он первым стал сыном Божьим. Он первым стал. И как бы мы, следуя примеру и следуя его учения, тоже так же можем стать сыновьями Божьими. Можем как бы вдруг осознать это, что есть такая дорога, и подумать об этом. И может быть кто-то на этот путь встанет. Вот в чем проблема состоит. И тогда, на самом деле, христианство понимается действительно как религия жизни. И Бог тогда живой. И люди в христианстве живые. И все становится сразу живым. Не смерть тогда становится на первое место, а жизнь. Потому что важна именно жизнь, которая самоопределяет себя по отношению к Богу. Все, именно важно жизнь. И любая религия, она должна именно жизнь возвышать, а не смерть. А так получается, что какой-то вот в христианстве возникает вот такой перегиб какой-то, я не знаю, там... Влад, а тебе не кажется, особенно осенью, что смерть прекрасна? Так. Странно. Давай отсюда. Ну, вот смерть прекрасна в своем приближении. Знаешь, на что похоже? Есть такие стихи там. Ну, да, кому? А. Вот я все это осенью... Во французской поэзии был такой момент, когда они... Да, цветы зла и прочее. Когда они пытались увидеть, как бы, вот, в разрушении, в уничтожении, как бы, красоту. Ну, смотри, сейчас даже я скажу. Это целое ощущение. Цветы зла как? Это Бадлера. Бадлера, помнишь, там, вот, про это... Та лошадь, что лежала у дороги, что-то там, она там все там гнила, какие-то черви там ползали, и прочее, прочее. И так все это красиво. Сейчас. Ну, просто... Осень уходит, да, все природное. Приближается, ну, то есть, ну, к умиранию, да, некому сну и умиранию. И, ну, с одной стороны, чисто физически, ну, там, всякие листья падают, и так далее. То есть, там, процесс разрушения происходит внутри. То есть, ну, вот, природа, она разрушается. Это некое такое добровольное саморазрушение, приближение к какому-то замешивому состоянию. Вот. Ну, почему-то так красиво выглядит. Вот. Это первый момент. А второй момент, когда вот это вот все происходит, даже все уже опало, и так далее, такое странное ощущение, что вот природа, она как бы перешла в дух. Вот она не только материальная, а вот она перешла в дух на время зимы, да, и она пока будет в духе, да, и все тут будет снег валяться, все там будет гнить, тут эти, это возлагаться лести, и так далее, а потом она снова возродится. Вот. Она снова из духа перейдет в материю. На самом деле, это, как ни странно, языческое понимание. Может быть, вообще языческое. Да, потому что в круговороте природы, излучница моя. Потому что вот эта цикличность круговорота природы, да, то, что, как в роде, да, вот у рода тоже есть цикличность, да, вот дети рожают детей, дети рожают детей, как бы, есть такая же цикличность явлений их природы. И вот эта цикличность, она вот именно характерна для языческой, для родовой религии. И христианство тоже пытается так понимать, да, что ты тоже вот каждый, еще празднуется каждый год, там, рождение Христа, христианство христианство. Ты опять в свою любимую тему перешел, и... Не, ну вот я согласен с тем, что лето, вот, со своей вот этой вот зеленью, жарой, солнцем, оно слишком тяжелое. То есть, вот это вроде, как бы, пиршество жизни такое, да, ее взлет, но оно какое-то такое, слишком земное, что ли, понимаешь? Лето. Жадное, что ли, не знаю. Жадное какое-то, да, такое, такое, как бы, знаешь, там, как бы, чавкает жирной пищей, да. Плотное. Нет, ты понимаешь, тонкости, вот это вот дуновейство цикла. Я тоже, если говорить о том, что мы предпочитаем, я тоже предпочитаю зиму, если честно. Даже не осенью, не весну, а именно зиму. А я вот даже позднюю, позднюю осенью. Не потому, что мне свет нравится, а потому, что... Интиллектуальная пустыня. Да, мне нравится, потому, что, как бы, осень, это действительно... То есть зима, это время мыслей. Не все мыслители мыслили зимой почему-то там, да, и как бы, именно зима, всем зима нравится, а не лето, или весна, или осень. Я только раз говорю про осень, потому, что, когда ты видишь этот процесс умирания, как процесс, вот, и вот это вот, каждый день это изменение, чувствуешь этот переход куда-то там, как будто вот эта вся природа там готовится, а она куда-то там сейчас переходит. Вот ты тут устаешься, а она куда-то переходит, как будто она что-то знает. И куда-то идет, готовится там. Но, тем не менее, здесь же все-таки циклично, здесь же не умирание, а чем-то... я понимаю, но вот я-то нахожусь в данный конкретный момент времени, забыв о всяких циклах, и вот когда это происходит, это перехождение куда-то там, за грань, вот, то это как-то, знаешь, в... ну, не знаю, заставляет дуть, потому, что, может быть, смерть не так уж плохо. Не смысле, там, вот, пойти и броситься с моста там умирать, а что может быть... не знаю... А что подумают слушатели наши, сонечки? Да что подумают-то, нормально? Философия – это наука умирания, что тут думать-то? Если мы тут философы... Ничего страшного, да что? Если так подумать, ведь, ну, несмотря на то, что христианство и религия смерти, все-таки, книжка постоянно возглашает, что и Христос воскресе, то есть все-таки, как бы, и воскресение же, не только смерть, правильно? Да. То есть, центральные события и смерть, и воскресенье, и не только смерть. То есть, здесь тоже так, природа умирает, осенью, зимой она, как бы, мертва, а потом весной опять все возрождается, а летом опять цветет. То есть, есть, как бы, цикличность есть. Но все это исключительно языческая тема, реально. Вот, цикличности природы и цикличности смерти и возрождения – это все исключительно языческая тема. Я не знаю, как она к духу относится, очень даже трудно, это понять. Я думаю, что все-таки вот эта вот расцепленность бесконечности, дух все-таки понимает, хотя дух понимает себя, конечно, в замкнутых каких-то рефлексиях, да, в рефлексиях есть тоже что-то замкнутое, но в некотором отношении дух все-таки вот размыкает это движение, и стремится как бы куда-то вверх, вот какую-то высь уже безбрежную, там, вот какую-то бесконечность. Потому что цикличность, тут в цикличности тоже есть бесконечность, но она как бы как уж в понимании духа дурная. То есть это постоянное воспроизведение одного и того же… ты понимаешь, надо разделять две вещи. Первая вещь – это природная цикличность, а вторая вещь – это движение духа человеческого, да, то есть на протяжении жизни. Мне кажется, что… и когда вот ты… когда наступает такой период года, который больше соответствует движению духа, скажем так, тогда возникает какое-то ответное движение души, понимаешь? И вот никакого движения, когда лето, там, весна, там, зима, даже могу сказать, никакого движения у нас встречи в природе нету. А когда вот осенью умирание, почему ты едешь? У меня весну есть. У тебя есть? Весну, конечно, там вдруг ветерок подул, еще холодно, сырость, а там солнечко первый раз мы. Да. Мы, конечно. Меседий человечек. А я зимний, зимний. Если честно, мне зима нравится, потому что людей мало. Ты знаешь, мне брат говорит, что ему нравится больше всего зима, потому что какаши солнечек не видно. Ну вот и поговорили о философии. Да, но теперь давайте, возвращаясь к философии, еще одна проблема. Соня, все записывается. Спасибо. Ну вы же живые люди. Да? Пусть это увидят. Мне вот на самом деле понравилось прожить. Давай. Прожить понравилось? Да. Что-то к смерти нас призывает. Давай это снова прожить. Устыдим. Красиво. Это естествующий, декадент. Вот что я тебе скажу. Смерть это красиво. Следующий разговор. Дело в том, что когда мы говорим о том, что именно на кресте, я просто пытаюсь сейчас как бы с разных сторон подойти к одному и тому же событию, что утверждается в богословии, что основное Евангелие, основное событие это жертвы Христова на кресте. Именно через эту жертву надо понимать смысл Евангелия, смысл Бога воплощения и спасения человека. Я утверждаю, что это не так. Подожди, зачем ты взял, что тут центральное... Я бы даже не знала, какое из них центральное воскресенье или... Ну, Жертву Христова с ним и связано воскресенье. Почему нет? Ну, как бы вместе. Нет, одно событие. Вместе с воскресеньем. Если ты посмотришь, на самом деле, к чему посвящено Евангелие. Смерть и воскресенье. Согласны? Нет, мы посвящены. Там фрески в соборе в основном это центральная тема. Смерть и воскресенье. Надо правильно... Не говоришь. Да, да, я это... Надо поправиться. Смерть и воскресенье, естественно, да. Ну, просто вот, как бы, смерть и воскресенье. Здесь вот этот переход. А я все-таки хотел, как бы, немножко, как бы, проблематизируя этот момент, хотел бы указать некие проблемы, да. И вот еще одна проблема, она состоит в том, что мы говорим о том, что вот, богочеловек умирает на кресте, и тем самым, человеческую природу исцеляет, или он там покупает, это уже не важно. Тут что проблема-то состоит? А проблема состоит в том, что если Иисус Христос понимается как Бога-человек, то божественная природа у него не может никак страдать. Она не может никак умирать на кресте и вообще принимать вот эти вот муки какие-то, да, потому что она, как она остается равной самому себе, так она и есть. И причем это, как бы, не мое мнение, это богословское мнение, там у того же Иоанна в Дамаске. Дамаскина, да. И получается, что здесь есть некое лицемерие. Если получается, что Бог-человек, как Бог, заранее знает, на самом деле, и заранее более того, сам выбирает эту крестную муку. Ну, фактически, в Евангелии, если их читать, то это именно так. Да, он мог и уклониться, мог бы избежать этой участи, но он сам идет непосредственно вот по этому пути. Потому что такова воля Божия, да? И получается так, что в каком-то отношении Бог, заранее зная, на самом деле, что Он не умрет, да, что Он спасется, как бы. Получается, что Он идет на эту крестную муку, в этом есть некое лицемерие. Потому что Бог и не страдает же в нем, только человеческая природа страдает, а Божество никак пострадать не может. И непонятно тогда, что, как тогда исцеляется природа человеческая, если Бог на кресте и ведь и не страдает. для Бога нету такой возможности, а страдает фактически человек, человеческая природа Иисуса Христа. Не человеческая же природа Иисуса Христа спасает нас. Тут вот эта проблема, опять же, она богословская, ее никак не решить. Я даже не понимаю, как они ее решают. слушай, блин, я найду эту штуку, я найду эту книжку, там вот это все было прописано очень хорошо. Ищу там, потому что там может быть какое-то... Прописано. Что за выражение прописано там? Ну, там и хорошее богословское рассуждение именно о крестной смерти и спасении и воскресении. О том, что ты говоришь, но никаких вопросов по-бычному не возникало. Я хочу посмотреть, есть ли там ответ. И еще надо просто то, что сказать, что если бы Иисус Христос просто человеком был бы, выдающимся человеком, пророком, и он бы шел на крестную муку. Поскольку он человек, он не знает на самом деле будущего, он не знает на самом деле, может он ошибается в том, что есть Бог, но он идет за свои убеждения, он идет показывает своим ученикам пример, как нужно жить и что надо соответствовать своим же убеждениям. То есть идет до конца вплоть до смерти. И тут вдруг поддержка как бы. Это был бы героизм. Во-первых, это был бы героизм настоящий. Потому что мало ли, а вдруг Бога нет в итоге, окажется, такое же тоже может быть. А если Бог как бы идет, то в чем героизм-то состоит? Бог и не страдает на кресте, и ничего с ним сделаться-то не может. И заранее он знает весь исход. Идет же Бог, заранее весь исход знает. Он как бы играет в некую театральную пьесу, в котором, в принципе, с ним случиться ничего не может. Вот в чем тут странность. И предположение о том, что именно Бога-человек на кресте страдает, и что в этом есть какая-то заслуга этого Бога-человека, что и более того, что он человеческую природу тем самым спасает. Немного странно. Именно вот в этом аспекте. Опять же, я же не умоляю как бы того, чтобы Бог воплотился. Потому что сама воплощение Бога в человеческую природу уже указывает на то, что человеческая природа, да, а спасена. Вознесена до Бога. И что Бог как бы страдает самим воплощением? Да, самим воплощением он уже страдает. Уже этого достаточно. Зачем еще вот нужна крестная мука? Если она не нужна, она просто не является тем смысловым узлом. С смысловым узлом уже само боговоплощение играется. И это, мне кажется, отвлекает от основной мысли, и загоняет в богословие немножко какие-то такие рельсы странные. Получается, что мы должны как-то бога рассматривать, как будто он играет в пьесу, играет в некую игру с нами. Он заранее все знает, он знает, что он страдать не будет, и вот он как бы идет на крест и воскресает. А вот если бы это сделал человек, и потом воскрес, согласитесь, все-таки это совсем другая уже логика. Она наполнена просто смыслом огромным. Человек идет до конца, умирает на кресте, и тем не менее потом воскресает, именно как человек. То есть он доверился Богу вплоть до смерти, и потом воскресает. Вот в этом был бы глубочайший смысл. Но здесь опять же возникает тогда другой противоречие. Мы говорили о том, что спасает природу Бог, воплощаясь в природу человеческую, а сейчас получается, что на кресте Бог более достойно было бы, если бы на крест пошел бы человек, а не Бога человек. Это уже просто другая позиция. И опять же это возвращает нас к богословию сознания, где не требуется, на самом деле, чтобы Бог воплощался в человека. И в богословии сознания, как бы, Иисус Христос является выдающимся человеком, одухотворенным, конечно. Действительно, в нем присутствует дух Божий, естественно. Потому что во всем присутствует дух Божий. Просто у него концентрация этого духа, интенсивность, она наиболее максимальная. И он найдет за свое убеждение до конца, и Бог действительно, вот этот дух, он не погибает, не исчезает, а действительно спасается, в том смысле, что он доверился этому духу и остался, тем не менее, живым. Доверился живому Богу, и тем не менее, не умер. Вот такая логика. И она просто идет параллельно с той логикой, которую я говорил про Адама, что если Иисус Христос человек, то он изначально был совершенный, и любой человек совершенный может вернуться к Богу, да, может принять духа. Просто любой человек к этому готов, изначально готов, только ему просто нужно обратиться к Богу и идти по этому пути. А как идти по этому пути, Иисус Христос нам дает указание, собственно, и Нагорная проповедь, и вся его жизнь, как бы, это есть некий его рода путь. И тот, кто на этот путь становится, он сам про себя говорит, я есть путь истинной жизни, он имеет в виду, что если кто-то встанет на этот же путь, то он достигнет того же. Он дошла. Я дошла, надо вот перечитывать этот поток. Я так не вспомню. Ну ты можешь нам всем сейчас зачитать. Я просто, ну тут еще много. Пускай, пускай, пускай она. Еще много, я на самом деле посмотрю, что там, то ли там, что я искал. Ну и на самом деле, если теперь резюмировать вот ту критику, которая, конечно же, не является, может быть, окончательной, или не является единственно возможным, тут всегда, наверняка существуют вариации, наверняка существуют свои возражения за и против. Это действительно, потому что ведь это же богословие, как раз занимается тем, что исследуют все возможности. Вот если исследовать этой возможности, если все-таки богословие мышления, то есть традиционное богословие, вместо традиционного богословия взять богословие сознания, то тогда получается так, что Бог, он никакой не триединный, а просто один Бог, хотя мы говорили о том, что в нем много различий. То есть он как бы не просто триединный получается, а он вообще многообразный. Во-первых, во-вторых, не мог воплощаться ни на за ни во что, и, собственно говоря, люди как остаются людьми, так и остаются. Но, поскольку все в Боге, то все люди на самом деле богочеловеки. Все. Все мы в Духе, и все мы богочеловеки. Это так, но изначально просто так. То есть мы уже богоподобны изначально. И никакого грехопадения не было, оно и быть не может. Никакого грехопадения. Потому что, и поскольку мы в Боге, то это может только просто уменьшить интенсивность этого присутствия в Боге. То есть можно находиться в средоточии Бога, в раю, а можно как бы уйти на периферию. То есть можно просто временно уйти на периферию, чтобы там добиться некой самостоятельности, и уже вернуться в новом качестве, в новом состоянии, опять же, в этот центр. То есть движение, оно на самом деле именно таково. Нет никакого, вот никакой вины, нет никакого потери качества, нет никакого грехопадения, связанного с нарушением нашей природы, с изъявлением природы. Наша природа как была, так и остается в Боге. Она всегда была обожена, была всегда совершенной. Вот никакого такого движения нет, никакой вины нет. Просто каждое единичное сознание отпадает от центра для того, чтобы быть самостоятельным, и потом вернуться в этот центр уже с другим качеством. Ведь точно так же это же ведь совершается каждый раз, когда рождается новый человек. И каждый новый человек ведь точно так же. сначала он живет с родителями, потом у него возникает период негации, когда он пытается противопоставить себя родителям, когда он пытается самостоятельно себя обрести. Есть такой период, как он называется там? Поддомястку. Подростковый нигилизм называется. Это ведь та же самая ситуация, подростковый нигилизм. Ведь ребенок, когда у него возникает вот эта вот негация родителей, она же, не знаю, что он родителей не любит, он просто хочет научиться быть самим собой. Он научится себя противопоставлять другим. Значит так же и здесь. Есть у каждого человека отдельно по отношению к Богу. Есть момент негации, когда он от Бога отпадает, когда он живет без Бога. Но это не значит, что он вообще отпадает от него. Отпасть от Бога в принципе невозможно. Мы все в Боге. Постоянно и всегда. Как бы мы далеко не отпали от него. Можно как бы обратно пытаться, ну некоторые из нас, которые отпавшие, обратно возвращаются к Богу вот к этому центру, к этой интенсивности. Кто-то вот к этой интенсивности чем ближе к этой интенсивности подходите, тем он больше ближе к святости. Причем святости вот в этом новом смысле. То есть у него вот концентрация вот этой интенсивности божественного присутствия в нем все больше и больше. И с ним действительно уже могут происходить вещи, которые допустим нам просто непонятны. Всякие чудеса там. Всякие ворота сверхъестественные возможности и прочее. Открывается в нем. Через него. Вот в этом смысл как у богословия сознания, так вот если его пересказывать вот в простом смысле по отношению к этим проблемам. Проблеме Троицы, проблеме Богового воплощения и проблеме это спасение человека. Вот смотри, вот жил человек, да, и вот оказалось, что он жил в источнике радиации, да? Его вины нет, но у него лучевая болезнь. А потом, ну ладно, лучевая болезнь не передается по наследству, да? Нет. Нет. Ну короче, ну в результате какого-то там у него появилась какая-то болезнь, которая передается по наследству. то есть все его подонки в результате больные оказались. Вот. И ну необходимо какое-то исцеление. А он может и не виноват. Ну нормально, нет, интерпретация в этом отношении нормально. это лучше, чем на самом деле взаимоотношения долга и выкупа какого-то там. Не, ну про долга это... Торговля, торговля между Богом и человеком. Вот это вот юридическое, то что называется, понимание. Оно, конечно же, менее достойно взаимоотношения. Тем более в таком вопросе, как связанном сострадании, да? Как бы РФР разговаривать о том, что там кто-то кого-то выкупает, это как бы недостойно. Тем более вот этот вопрос жертвоприношения, он что-то вот как вот к язычеству попали, да? Каким-то таким. Как раньше приносили в жертву, допустим, там, агнца, да? Приносили в жертву каких-то животных, так, да? Как тем самым вроде пытались свои грехи как бы тем самым искупить. А тут принесли в жертву... Ну и же вот это послание к евреям от Павла, да? Где Иисус Христос как агнец заклан за все человечество и он как первый священник по щену Мельхиседека, как бы, да? Он спасает уже однажды и навсегда это последняя жертва, да? Тем самым как бы уже не нужны никаких жертв. Он как бы жертвует один раз и тем самым спасает уже человечество окончательно. Теперь уже не нужны никакие жертвы и в принципе даже как бы жертвенник не нужный и завесок храма там разорвана, то есть между священников там особого священников, особых левитов, целого сословия, которые только единственные могут приближаться к Богу и за завистью заходить. Священники и прочее. Ничего такого уже нет. Хотя в современной церкви нечто подобное тоже организовано, или священство. Но тем не менее, Сироп понимается, оно не так. Ну почему в виде священства? Там просто нужно благословение, чтобы уйти в алтарь? Да дело не в этом, а дело в том, что в принципе я между человеком и Богом, как я говорил, в родовом смысле теперь нет границы. Мы теперь как бы составляем одну семью. Не согласен с вами. Не совсем. Не скажешь, ты что-нибудь скажешь? Я скажу. Как физик вам скажу. А где вы видели вот эти вот, я сам так раньше говорил, а сейчас задумался, а где вы видели вот эти свободные отношения, как бы не обязанные ничем, вот это свободная, свободную встречу. Даже если, вот мы говорили про отношения господина и раба, про отношения отца и сына, потом даже говорили про отношения с Богом, как с другом. Вот. Даже вот если представить себе такую свободную встречу двух друзей, вот, посмотрите на нашу дружбу. Вот. В хорошем смысле. Она обусловлена взаимными долгами. Мы как бы, когда с другим человеком входим. Мы входим взаимными кредитами. И кредитами, как бы, и долгами. И чем только они обусловлены. То есть мы входим в, когда в настоящее взаимодействие, не поверхностное, с другим, мы как бы входим с ним в очень такую опасную, даже я бы сказал, да, связку. В такой взаимный захват. Вот. В эти долги, там, в эти кредиты. И мы решаемся свободы, да, в этом отношении. Это не свободное, так сказать, взаимодействие. Но нет никакого свободного взаимодействия. Если Бог там каким-то образом лишает нас свободы, идя к нам на встречу, вот, или мы там как-то мы можем его лишать свободы каким-то образом. Да. Принявая нас тоже как-то. Потому что мы обладаем свободой, тем самым он не все может. Мы ограничим нашей свободой. Вот. Так ли уж это как бы плохо? Ну, ты смотри, вот пример из физики. Вот есть свободные электроны, а они связаны. Ну, допустим, есть свободные, у него электроны, а вот есть две частицы свободные. Они как-то летают, они где-то едва-едва с собой взаимодействуют, а они связаны. Согласишь, что когда возникает связь уже, да, возникает вот все, что ты говоришь. То есть, как бы, если мы говорим про вот эту интенсивность бытия с Богом, то чем связаннее, тем интенсивнее получается. Все правильно. Но только все это интенсивность и все эти связи, они возникают только, когда мы уже вступили в отношения. Когда мы вступаем в отношения из некого рода предварительной свободы, ведь она мыслится как предварительная, она нужна только для того, чтобы обозначить, что вступление вот в эту связь было свободным. Оно только и нужно для того, чтобы сначала сделать шаг назад, а потом обратно вернуться. потому что если бы изначально мы всегда были бы в связи, мы бы никогда не подняли на забиле. Асимтотическая свобода это в физике называется. Да, да, да. Нам нужно сначала отойти, выйти из связи, чтобы обратно в нее вернуться уже как бы и сказать, что я возвращаюсь, потому что так сам свою волю сама определил. А вот Адам, допустим, он уже был в связи плотной, да, и Бога любил, наверное, но он никак не мог доказать, что это и самому себе, и Богу, что это связь, настоящая связь, что он сам себе самоопределил, а не это его обязало. Не то, что он как бы обязан Богу за то, что Бог ему все дал, что он его создает или прочее. Чтобы вот объяснить и самому себе, и Богу, что он на самом деле по-настоящему любит, что это настоящее, свободное его волеизъявление и цель устремления. Ему нужно сначала разорвать связь, отойти, а потом вернуться. И вот это и есть смысл отношений свободных. И даже мы люди должны точно так же. Мы как бы иногда разрываем отношения, и когда уже возвращаемся, в этом есть какая-то ценность того, что мы вернулись. Потому что мы сами свое, себя, в этом показываем свое волеизъявление. Мы показываем, что на самом деле это отношения для нас ценны, что мы возвращаемся к человеку. Где вы такое увидели? Где? Что? То сначала бросать человека, а потом к нему возвращаемся. Да я же постоянно. Я живу как уже. У меня сейчас точно сейчас ссоришь с человеком, расскажешь, что потом он возвращается. В принципе, то, что отношения могут быть нарушены, то, что они как бы... Должна быть такая возможность. Всегда. Она должна быть хрупкая. Вот ты вот про хрупкие правильно говоришь. Отношения должны быть хрупкие, а не так, что я обязан и уже ничего не могу сделать. Я благодетельствован и не могу ничего сделать. Вот у меня должен быть возможность взять и отсечь себя. Понимаешь? Вот. У тебя и так есть всегда. Ну, когда я с другим человеком, у меня всегда есть. А когда я с Богом? Ну, сейчас у меня тоже есть. А если Адам, он в раю, как он себя отсечет? Он только может отсечься тем способом, что он нарушит волю Божию. Он другим способом отсечь себя не может. Он это показать, что вот все-таки у него есть своя воля, он может только тем способом, что нарушит волю Божию. Потому что все остальное, что бы он не сделал, она будет внутри воли Божьей. Потому что Бог ему все разрешил остальное, и все остальное внутри воли Божьей. Он должен, как бы, показать именно своеволие. А своеволие ему нужно, чтобы показать свою самостоятельность, чтобы потом вернуться уже, но вернуться, опять же, в результате своеволия. То есть его возврат будет тоже такой же возврат его воли. Не потому, что он обязан, не потому, что как бы вот с Богом лучше или что-то в этом роде. Не какие-то там блага он хочет получить, а он что-то другое ищет. Он ищет вот жизнь, что называется, жизнь вечную он ищет. Ну или просто жизнь. На самом деле в Евангелии часто говорится не про жизнь вечную, а просто про жизнь. С Богом в жизнь, а без Бога это не жизнь. Все что угодно наставлено, но не жизнь. Вот он ищет жизни. Бог дает ему жизнь в виде духа, в виде осмысленности всего. Он возвращается к Богу, возвращается к этому смыслу. Потому что он сам себя самоопределил. И в этом есть ценность вот этого возврата. Это вот как история с блудным сыном. Помните там, отец принимает блудного сына? Помним. Да. И как бы другой сын даже на самом деле немного оскорблен, что он тоже на самом деле много что делает, никуда не уходил. А ему никто барашка-то не зарезал там. И так далее. Но дело не в обиде сына, а дело в том, что действительно. Или там есть про сто овец, когда одна овца пропадает, то девяносто девять овец бросается, чтобы спасти одну. Но здесь логика не та, что девяносто девять ему все равно. Не то, что ему все равно до этих девяносто девяти. А суть вопроса в принципе, насколько цена вот эта овца, которая сама возвращается. Она не сама возвращается. Почему? Ну ее приносит, это понятно. Конечно. Суть в том, что ему одна эта овца, она тоже бесконечно дорогая, но можно ставить девяносто девять и пойти за этой одной. Да, ну как бы я просто в этом вижу другой смысл, что сама овца возвращается. Не сама вообще возвращается. Ну понятно, что именно овца сама вернуться не может. Но смысл, мне кажется, надо улавливать здесь, что вот... Да она не вернулась! Нет такого смысла. Я понимаю. Не вчитывай. Я понимаю, да. Это уже овца. Это уже насилие над текстом, согласен. Это уже слишком интерпретация далеко идущая. Ну ладно, можно в пример просто не брать моего внимания. Но суть вопроса в том состоит, что свободна она как пацана. Но с другой стороны, я согласен с Антоном, что мы не бываем вот так вот прям свободны. Потому что мы же рождаемся, да? Мы всегда уже связаны родовым образом с нашими родственниками. Мы связаны с людьми, которые... Дело даже не в том, бываем или не бываем. А скажем так, вот отвлечем сейчас от чисто богословских тем, да? А что мы ценим в этой жизни? Посмотрим на то, что мы ценим. И только ли там свобода? И на первом ли месте там свобода? Вот так вот. Ну, если, допустим, мы в жизни ценили бы в первую очередь свободу, наверное, она была бы другой. Вот. Если бы вообще как-то могла быть. И если для меня, как для атеиста, вот, все эти религиозные чаяния произрастают из каких-то там движений души человека и как бы отвечают на его какие-то запросы, вот, то вот, наверное, христианство, оно лучше отвечает на эти запросы, чем вот такое богословие сознания. Вот так у меня получается. Оно как бы ближе к нашим жизненным вот этим перипетиям. То есть, где есть страдания, где есть вот эта взаимнообусловленность, где... Чрезмерность есть, да? Чрезмерность есть, да? Чрезмерность есть, да. И как бы непонятно, как на нее отвечать. Как можно ответить на чрезмерную жертву Бога ради человека? Как? Как вот каждому конкретному человеку? Чрезмерной ответной жертвой. То есть, вот. Ну, а что можно сделать такого человека чрезмерно ответного, для того, чтобы уравновесить эту жертву? На самом деле, очень просто, как бы, если Бог жертвует всем, он, кстати, и не всем жертвует. Да, он-то как раз не всем, мы же говорили о том. Человек, жертвуя всем, что у него есть, пусть у него есть меньше, но, жертвуя всем, его жертву, она, как бы, на этих символических весах, там, если вспомнить Бадыльяры, этот символический обмен, она даже перевешивает. Да, да, в Евангелии есть, Влад, ты помнишь наверняка, что Дариса положила больше, хоть она положила, там, не знаю, 5 копеек, там, в их деньгах, но это было все, что у нее было, поэтому это больше, чем вот эти огромные деньги, которые положили. На самом деле, тема дара, это, как бы, интересный вопрос, мы там, по какой-то, где-то поднимали его, то есть, если Бог, там, нас чем-то одаривает, он, вроде, как бы, любой дар, вот, он обязывает к чему-то, он нас преневоливает, да, то есть, ну, ты, вроде, не ждал, получить дар, и вдруг получил, вот, о нем не просил, да, в противном случае, это не дар, вот, но вот он есть, и как тебе, как бы, с этим быть, тебе надо как-то отвечать, ты, вроде, снова преневолен, там, хорошо это или плохо, вот, с другой стороны, вот, я говорю, если... С другой стороны, по-другому дар не бывает. Вот, и по-другому дар не бывает, и... Как иначе дар? Вот, к чему, собственно, стремиться? Нашего разрешения спросить, а можно было подарить? Вот эта механика дара, да, вот, заметьте, механика обмена, как раз, вот, то, что мы не любим, да, вот эти вот экономические, это общество, она, как раз, позволяет нам оставаться свободными. Да, формально там присутствуют ники, да, ни мне, ни тебе, есть ники, уравновешивающие меры, и все. Да не, нормально, все. Вот, она позволяет нам оставаться, как бы, не затронутыми этим процессом. Я тебе что-то дал, ты мне что-то дал, мы, как бы, так сказать, уравновешены, да, действительно, здесь есть равновесие, здесь есть, что важно тоже, чем поддерживается это равновесие, одновременность происходящего, да, то есть, там, мен вот так вот происходит, вот так вот. Э, понимаешь, вот, то есть, невозможно никакое, так сказать, никакая симметрия, вот, но и этот обмен, он позволяет, вот, нашему обществу существовать вот так вот, как бы, раздробленно, людям существовать раздельно, не вступать фактически в взаимодействие, то есть, такое взаимодействие без взаимодействия, вот. Вот, в то время как, вот, допустим, тот же дар, вот эта механика, там, хотя бы вспоминает того же Батриярова, плачь, там, этот механика, когда есть некий дар, на который надо ответить ответным даром, и это, как правило, идет с повышением, как бы... контрагентами, там, да, или, вот, агентами этого взаимодействия, она просто, она усиливается многократно, да, мы, как бы, залезаем, вот, так сказать, долги к друг другу или отдариваем друг друга все больше и больше, вот, и это, и, из, из, это, как бы, необратимый процесс, в отличие от обмена, он, как бы, вот, он одномоментен, он обратим, тык-тык, вот, там, вообще, как бы, нет времени, а, из-за того, что он одновременно, а здесь, как бы, есть необратимость, вот, это нарастание, там, ставки или неотвеченные, да. И еще и риски есть, там риска не будет. И риск, да. То есть, это, в этом присутствует какая-то жизнь, какое-то, какое-то напряжение, там, не знаю, это вообще интересно, история здесь возможна, да, историчность, не повторение, вот, это то, что сейчас говорят, там, конец истории, там, да, все, как бы, повторяется, все закончилось, а здесь вот присутствует... Ну, личная присутствует, ну, личная. Ну, здесь, некоторого рода возникают, как бы, такие отклонения некоторые, которые можно было назвать подлинностью или неподлинностью, потому что, вот, такой вот дар и ответный дар можно же воспринять, как некую соревновательность, это, то есть, как состязание. И тогда это уже другой модус. Понимаешь, тогда не получится, что люди вступают в взаимоотношения, исходя, как бы, из вот этого сближения какого-то, да, вот, какого-то чаяния некой коллективности, некоторого, вот, объединения, да. А получится просто своего рода, как вот одна гордость наступает на другую, там, знаешь, вот, как в этом потлаче, там, типа там. Да, да, это есть такое, но даже, это тоже интересно. То есть, вот, допустим, диалектика, это господин и раба. Это ведь один из возможных ответов, получается, на взаимодействие двух господ. Вот, они, как бы, встречаются и взаимодействуют так. Да. Вот. И при этом они все-таки связаны, да, то есть... Идут на риск другого, там, допустим, в дуэльности, да, или в чем-то таком. Вот, ну... Но все-таки, а в христианстве, я почему хотел перейти к христианству, а в христианстве тут какая-то вот смирение. Понимаешь, то есть, Бог так себя смирил, да, что, как бы, сделался чуть ли не рабом, да, там, то есть, унизился до этого, вот, это называется кеносис, да? Кожа, да. Да, но, как бы, он пытается, здесь он призывает тебя не к соревновательности, что ж такого ты-то можешь ждать, да, вот, ни какому-то героизму, да, ни какому-то агону вот этому. А тут, как бы, вот, просто способ протянуть, просто обратиться к тебе. Как он может иначе к тебе обратиться? Если он тебе обратиться, как гром и молния, типа, со совершенной гордостью своей, ну, он просто, ну, тогда ты под страхом просто никого рода мука, никого рода величественности господина просто превратившись тут же в раба, как бы, просто приползешь. А если он сам раб, что может, как может, раб к тебе взывает, да, пусть он там в каком-то существе своем является Богом, но, тем не менее, это же, как бы, позорно, понимаешь, вот, оказаться на кресте, это позор. Понимаешь, вот он взывает тебе вот из этого позора, и ты, как бы, вот, не то, что здесь, не только дело не в жалости, потому что жалость, это, опять же, опять не тот модус неправильный, да, а тут другой модус. Только таким модусом он может тебе обратиться на себя, внимание, указать, что вот, есть вроде еще вот такой путь, как путь Бога-то, там, задуматься можно о нем, да, что он есть, как-то на него ответ дать уже в этом контексте. Не в контексте состязательности, а вот я сейчас тоже себя на крест перебью, там, типа, и тоже, там, это, пройду этот путь. Не в контексте жалости, а как это все жалко, типа, вот, типа, там, как иногда понимают, да, и надо вот из какого-то сострадания к этому прийти, нет. Потому что мы же понимаем прекрасно, что все-таки Бог, хоть он прошел крест, но ведь он же ничего не претерпевает, и он, собственно, все равно остается Богом, да, как бы, и все равно есть вот это воскресенье, то есть все это есть, и мы же заранее это все знаем. То есть мы просто понимаем, что в этом жестие просто есть именно некого рода жест к нам, вот, как вот, некого рода риск, как бы, некого рода знак. Вот ты вот с этим знаком должен что-то сделать, это просто как вопрос. Будешь ли ты что-то с этим знаком делать, обратишь ты на это внимание или ты просто обрадёшь внимание. Может быть так можно понять, то есть здесь нету манипуляции опять же. Потому что если бы мы это понимали как состязательность или если бы мы понимали это как жалость, то это была бы манипуляция. Женщина плачет и она вызывает мужчине жалость и манипулирует ее. Или я, допустим, кому-то отдаливаю, даю кредит, или что-то еще другое делаю, и другой как бы видит, и он как бы стыдно, и он тоже хочет показать, что и он тоже не лыкавшит, и он тоже ответный до кого-то. Знаешь, он стремится превратить отношения близости в отношения формальные. Вот обратно отдай, приходит к тебе какой-нибудь человек знакомый, чинит тебе телевизор, и ты, чтобы превратить эти отношения формальные, отдаешь ему, как бы платишь ему, да, и тем самым превращаешь его в электромонтера. Хотя он был тебе другом, да, и пришел просто, и по дружбе тебе починил телевизор, а ты из него превратил в электромонтера, как будто бы просто он нанятый какой-то, да, формальный человек. Так же и здесь. Надо понять, что надо пройти между сылом и Кариброй, и не свалиться ни в одну, ни в другую сторону. Что это вот именно зов, понимаешь? Но зов не сверху, а снизу. И ты как бы на него либо откликаешься, либо нет. Ну не то, что необязательно снизу как-то. Раба я там не вижу в лице. Ну в зраке раба явился, это просто христианское в Евангелии, не в Евангелии, а в послании Павла каком-то там, что Бог явил себя в зраке раба. Смотрите, как вот сходятся люди в жизни, да? Вот как вот они так сходятся? А всегда надо, кстати, через людей понимать. Всегда. Потому что в этой же личности встречается. Как бы осторожно там где-то, да, как бы сделает шажок там. Слишком как бы резкое движение, действительно как бы, допустим, брас, там сразу. Вот. Нет, ну на самом деле, ну вот как мужчина и женщина. Можешь купить женщину, условно говоря, там в ресторан, там дорогие, там украшения какие-нибудь, подарки. Да не обязательно было. Нет, ну условно говоря. Все-таки как бы ты, получается, как бы покупаешь, ну в каком отношении? Тут же вот, вот есть некая, вот ты правильно сказал, что вот есть осторожность какая-то. Здесь тоже, ну здесь правда не такая осторожность, но в некотором отношении просто здесь проблема такая, что Богу, если мы свободны, если я свободен, то я, Богу никак ко мне не подойти. И ни сверху, никак. Понимаешь? Ну почему? Ну одному свободному человеку к другому свободному подойти, а Богу к свободному человеку уже не подойти. А как? Он всякий раз нарушит мою свободу. Если он чудом появится, он нарушит мою свободу. Да и любой свободный человек, подойдя к другому свободному человеку, так же нарушает его свободу. Ну точно так. Мы равны. Мы равны изначально. Мы равны в своих возможностях, поэтому… Нет, никого не равны. Не равны, вообще-то да. Вообще-то никого не равны. Не-не, ну как бы понятно, в уссорененном смысле равны. Понятно, один сильнее, другой слабее, один умнее, другой глупее. Это не в этом, да? Ну в этом смысле какая разница. Ну мы на одном, скажем так, на одном уровне стоим. Да ну. А Бог-то всемогущий, Он же это, все силы. Но прилетят инопланетяне на другом уровне, вот мои любимые. С инопланетянами можно ступить. Вот. То есть… А вдруг они будут неизмеримо выше нас по уровню? Не на том безумном, как бы бесконечно высоком уровне, а просто выше значительно. Тут… Я вообще вот не понимаю. Вот у меня проблема есть такая. Каким образом Богу приблизиться к человеку, если… Сохраняя при этом человеческую свободу? Как? Он должен как-то это тайно делать как-то. Но если он тайно делает, то он вроде опять манипулирует нами, да? Допустим, он какие-то знаки нам указывает, да? Допустим, вот неплохо было бы тебе идти там в монастырь. Потом человек вдруг осознает, да, мне надо идти в монастырь. А потом вот такие люди, которые потом уже сидят в монастыре, их спрашивают, а как вы пришли в монастырь? А вот я всю жизнь вот типа чувствовал, что Бог меня ведет в монастырь. И как же тогда со свободой быть? Вот мне это вот непонятно. Как вот Богу так организовать, чтобы на самом деле, с одной стороны, свобода человеческая сохранялась, да? Чтобы она осталась, да? Чтобы вот была возможность вот этого свободного взаимоотношения. А с другой стороны, чтобы все-таки можно было подойти к человеку, да? Как-то на себя внимание обратить. Ну и понятно, что в церкви стоят, какие-то верующие люди ходят, это все понятно. Но в принципе, проблема все равно есть. Ну, например, вот ты говоришь про переживания. А представься, сидит человек, это, никогда ничего не переживал. Вдруг раз-таки у него бурные переживания, экстазы, там, что это потом свободное будет отношение к человеку? Человек, конечно, прибежит в церковь и скажет, вот такие бурные переживания, как здорово, типа. Теперь я люблю Бога, потому что у меня вот такие эти... Такое блаженство. Нет, но сначала не бурный. Сначала... Ну, правильно. В любом случае. Но это не манипуляция. Так же животное можно приручить. Так же животное можно приручить. Только это не надо называть манипуляцией. Вот ты, допустим... Значит, сахаром животное приучиваешь чему-нибудь. Прыгать через жертву. Сахаром раз, два. Это слишком, а вот это там не слишком. Вот, наверное, стоит сюда пойти, а сюда не надо пойти. Это манипуляция? Да нет, как бы. Ну, а кто знает? Ну... Это похоже на манипуляцию? Да. Читаешь какую-нибудь книжку, там, типа, как это... Познакомиться с парнем, с девушкой, да, там, исследуешь инструкции, там. Если он целый, как-то одно время, такие пошлые были фильмы, там, какие-то парни рассказывали, как они знакомятся с девушкой. У них там целый принцип. Там они со всеми девушками одинаково знакомятся по заданной схеме. Там одно, второе, третье. И вот как одно прошло, второе, третье доходит до конца, перелистывает страницу со следующей девушкой и вот так вот, с сотнями девушек. В чем смысл такой логики? Ну, как минимум, тогда это плохая манипуляция. Плохая. Очень плохая. Вот. Индивидуальная всегда лучшая. Индивидуальная подруга. Так это же... Так, а какой фильм про Казанову-то? В чем там смысл он состоял? Да. Что Казанова постоянно находится во власти этого соблазна, да? И он пытается как будто бы найти какую-то идеальную вот это... Женщину, да? Но на самом деле он постоянно, каждый раз находит женщину, и каждый раз она, конечно, не идеальна. Каждый раз вот все это заново восстанавливается, каждый раз вот это один и тот же цикл. Цикл, да? Он ищет того, чего нет. Чего? Помнишь про Дунжан? Что ты мне говорил? Да. Есть два Дунжана. Один, который ищет идеальную женщину. Вот. Почему-то это романтический герой, да? Который, как бы, о-о-о, он ищет идеал, поэтому, ну да, он идет там, так сказать, ну не по трупам, да, но по разрушенным сердцам, но зато он ищет идеал. А есть другой Дунжан, который, как бы, каждой конкретной женщиной восхищен. Да, вот одна прекрасна по-своему, вот вторая. Вот. Восхищен конкретностью. Вот. Его просто от одной конкретности уйдет к другой, к третьей, четвертой. На самом деле, этот второй Дунжан, он больше по достоинству оценивает вот этих вот женщин, да, и, как бы, он любит, по крайней мере, их, а не кого-то там абстрактного. Но при этом, это, как бы, безнравственный, странным образом, персонаж. То есть, его, как бы, нельзя восхвалить. Ну, как это так? Вот. Вот. Он же не ради идеала, понимаешь? Вот такая странная история. Вот тут вспомнилась песня из какого-то фильма, где там поется, что ли, если, типа, будет толста, скажут, что толстушка что-то там, если там, типа, худо, скажут, что слишком худо, и так далее. То есть, каждый раз, какую бы женщину ни взяли, всегда можно найти что-нибудь и сказать, что, типа, вот это, вот у нее такой-то недостаток есть. Всегда можно найти. Ну, понятно, но, в любом случае, мне кажется, проблемы есть. Понимаешь, вот, например, вот по себе могу сказать, да, допустим. Я, например, на себе какую-то особую гладь Бога не чувствую. Так вот, честно. Я всем этим занимаюсь, там, вопросами изучаю, там, все. Знаешь, это как вот, Бог долго ходил, ходил, думал, как к нему подобраться так, чтобы не нарушило свободу, там, то, все. Вот так, через богословие. Подкину-ка я ему мысль заняться богословием. Он же любит философию. И он так, незаметно, плавно, не чувствуя насилия над собой. Да, длами. Ну, а иногда чувствую, на самом деле. Ну, трудно сказать. В общем, я не могу понять, этот вопрос сложный. Я не могу понять, как вот приближаться. Бог старается. Ну, это же тот же самый вопрос, как бы, как один человек вообще к другому приближается. Да, вот так на улице остановил и сказал, вот это, хочу с тобой дружить, что ли? Ну, как-то непонятно. Это из этого уже разряда. Ну, так тебе давно об этом и говорит уже, полчаса. Ну, понятно. В общем, есть такой вопрос. Может, теперь знаете, что обсудить? Переходя к следующей теме. Про богословие неоплатоников чуть-чуть затронуть. Ой, товарищи, а может, всё ещё раз? 15-11. Ну, наверное, многовато, да, уже. Ну, да. Так, это когда-то, конечно, неоплатно, как-то неоплатно. Ну, да. Продолжение следует...